всем привет сегодня 13 сентября а у меня в теплице сидит еще перец такой красавец вот частично я уже срезала тот который уже достиг технической спелости он дойдет дойдет уже в помещении у нас южный урал челябинская область ночные температуры вот вчера ночью было уже 0 теплица на ночь закрывается ничем не укрываются потому что но здесь невозможно укрыть уже как бы перцы уже подвязаны то есть тут уже никак не укроешь тем не менее сидят красотки мои хочу показать у меня здесь получается три сорта вот на этой стороне у меня сидит гурме дальше сидит едино а вот с этой стороны оранжевое чудо то есть вот эти кусты достаточно высокие перчики имеют вот такой вот вид оранжевый очень красивые не то что даже красивые очень вкусно они с очень толстой вот это вот часть она очень толстая шкурка получается у меня просто сосед говорит я сколько не садил всегда тоненькие как бы не вкусные не такие как в магазине у этих у корочка очень такая достаточно толстая вот это получается гормая сорт вот такой вот оба видны так едино едино получается красный такой вот красавица в этом году в теплице у меня посажены только перцы томаты я сюда не садила и они чувствуют себя здесь конечно очень хорошо единственное конечно тут гусеницы у нас орудуют я уже обрабатывала но последнее время уже не обрабатываю так как холодно липидоцидом против гусениц принципе неплохо помогает они хитрые их сейчас уже нет они все спускаются вниз поэтому если ловить гусениц то это надо делать рано утром рано утром они как раз вот на этих листьях вот и так в принципе вот в этом году никакого паутиного клеща перчики не страдают они поливаются как под корень так я делаю полив самой теплицы из шланга то есть я создаю здесь максимальную влажность поэтому здесь никакого паутиного клеща не наблюдается хочу показать вам кустики вот эту красоту посмотрите сколько здесь перца так насколько нагруженный куст в идеале каждую ветку конечно надо подвязать в принципе я сейчас смотрю они все стоят а так под тяжестью могут сломаться вот сколько перца я очень надеюсь что успеет дозреть вот такая красота перец очень вкусный вот эти вот сорта вот внизу смотрите сколько его эти сорта уже сажу не первый год ну вот получается в этом году посев был последних семян поэтому буду покупать уже сорта очень хорошие это я у блогера свое время записала их здесь вот такие вот средненькие вот эти кустики у меня по крошку немножко страдает потому что тут такое ощущение что при поливе все-таки она у меня с грядки немножко скатывается вода вот потому что те которые которые подальше они более крупные кусты ассорт 1 и перчики совсем другие ну в общем в этом году я вообще порадовалась конечно урожаю уже наделала лечу сейчас вот эти вот доспеют будет у них когда биологическая спелость то есть они наберут свой цвет я хочу заморозить насколько перца ну красавчик так что выращиваете красоты такую на своем участке перец любит вот именно что он любит повышенную влажность также как огурцы у меня огурцы сидят в открытом грунте покажу смотрите тяжелёчий куст держится одна ветка зацеплена у меня только и все вот он прямо на это на дорожку на проход выпал вот какие-то деформируются потому что вот он застрял здесь немножко конечно надо за этим за всем следите не всегда есть время на это вот смотрите сколько все набиты прямо красавчик ну вот и говорю что любят очень повышенную влажность поэтому стараются вообще как вот эти вот культуры типа помидоры и перцы не садить вместе потому что помидоры страдают от влажности а перцем и и не хватает поэтому садить надо что-то одно какую-то одну культуру в теплице например да если перец то создавать ему повышенную влажность если это томаты то наоборот это должен быть очень сухой воздух чтобы не было никакой гнили вот а перчики нет перцы с огурцами можно прекрасно они уживаются огурцы сидят в открытом грунте и в жаркие дни вечером я всегда им делаю душевание то есть сами листья огурцы я вот так вот все как бы из это поливаю со шланга они все ну красавец прямо вот в этом году вообще порадовал сорта очень отличные принципе не подвержены заболеваниям конечно если хотя при правильной агротехники да у меня здесь не всегда было время подкормить перец и тут самое главное конечно тепло и подлив полив как под корень так и делаем рисование ну вот гусеницы а конечно тут уже снимала собирала несмотря на наш холод они продолжают кушать ну ничего страшного как бы это сейчас уже для перца не так критично у нас уже все лето закончилось перчик-то заревает скоро уже он отсюда уйдет и перейдет сюда у меня рассада рассада гортензии и также еще хочу сюда попробовать аурикулы перетащить потому что ну чтобы их под снегом не сломала тоже они у меня еще малыши и хвойники если хвойники сюда не влезут рассада значит они будут прикопаны в открытом грунте и накрыты чтобы также снегом их не переломала все на этом все всем пока